Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо вам большое за ваши знания. Я думаю, что не только мне, но и очень многим людям вы просто дали второй шанс жить. У меня вот такой вопрос. У меня ушел очень близкий человек, друг из жизни. И вот в свете вчерашней лекции, когда две собачки у вашего друга появились... Как его зовут? Моего сына Никита. Ну, в чем ваш вопрос? Мой вопрос. Вот не по сыну, а вот что может близкий человек сделать, вот ваш друг, для вот этих двух собачек, чтобы в следующей жизни... А почему вы так утверждаете? Вы знаете, куда пошел ваш сын? Нет, я не знаю, куда пошел мой сын. Я могу только предполагать. А почему бы вам не помолиться и не почувствовать, куда он пошел? Зачем предполагать? Вы даже просто в сердце свое не хотите заглянуть? Мне страшно, мне очень больно, я молюсь, но у меня... Ну, вот в этом вся проблема? Да. Что проблема заключается в том, что вы не хотите с ним общаться сейчас. Вы думаете, что он ушел, а он в вашем находится рядом с вами, он готов с вами общаться. И самое удивительное заключается в том, что как раз если бы вы заглянули в свое сердце, тогда бы у вас все и хорошо и стало в жизни. Потому что он пошел вверх, и ему сейчас хорошо, а вам плохо, потому что вы лишились своего как бы близкого человека. Вот и все. Это эгоистическое чувство, которое вы испытываете. Я согласна, я согласна, я работаю над собой. Но он только не надо, ему ваша помощь не нужна сейчас вообще никак. Это вам надо помогать. И он вам помогает, но не может достучаться, потому что вы закрыты. Вы находитесь в состоянии обиды на судьбу. Да, я работаю над этим. Нет, вы не работаете над этим. Работа означает отвлечься от себя, слушать звук, кланяться святыне и служить святости. Вы же сейчас пытаетесь победить в себе горе. А это безнадежный метод, он не дает никакого результата. Это все равно, что остановить волну, которая на море идет. Вы никогда ее не остановите, хоть что делаете. Человек не должен бороться с тем состоянием эмоциональным, в котором он находится. Он должен пытаться отвлечься от этого состояния и начать служить святости, думая о ней. Когда человек так это делает, то, несомненно, эта волна успокаивается сама.